Привет, ребят! Добро пожаловать на моём канале, и сегодня у нас второй день интенсива по фразовым глаголам, и сегодня мы с вами будем объявляться спустя какое-то долгое время, чекиниться у кого-то на хате и прощаться. Не буду вас более задерживать, поэтому я думаю, мы начинаем! Первый фразовый глагол на сегодня это drop by, заскочить кому-то ненадолго и без особого приглашения. Я запоминала этот фразовый глагол по части drop, потому что он переводится как имя существительная капля, и как глагол это падать. Небольшая такая ассоциация, когда к вам приходят ваши друзья, просто врывается в ваш дом, буквально плюхается на кресло или диван, вот это drop by. Напишите, пожалуйста, кстати, в комментариях, делают ли так ваши друзья, потому что у меня их нет, и мне не с чем сравнить, как бы. И понять, правду ли говорят вообще в сериалах и фильмах. Напишите, пожалуйста. Nice of you to drop by. Как мило, что ты заскочил. Parents of my husband asked us to drop by tonight. Родители моего мужа попросили нас сегодня заскочить вечерком. He just dropped by to pick up his mail. Он просто забежал забрать свою почту. Кстати, pick up это тоже фразовый глагол, и он обозначает забрать что-то, в нашем случае это почта, да? Либо pick up the phone, поднять, ответить на звонок. Не забывайте о том, что у фразовых глаголов может быть множество значений. Не одно, не три, а намного больше. И не обязательно их все учить. Выберите пару-тройку тех, которые вам пригодятся в повседневной жизни. Потому что иначе вы запутаетесь в этом лабиринте, зеркал, товарищи. И даже то, что вам нужно, самое такое необходимое, вы не запомните. Поэтому упрощайте себе задачу и учите только то, что вам необходимо. Следующий фразовый глагол это show up. Приезжать куда-то поздно или крайне неожиданным образом. Ну или вообще не показываться. Mike showed up on time. Mike пришел вовремя. All he can do is show up and disappear. Все, что он может делать, это появляться и вновь исчезать. I invited them to my party, but they didn't show up. Я пригласил их на свою вечеринку, но они не пришли. Вот это обидно. И последний на сегодня фразовый глагол это see somebody off. Провожать кого-то куда-то. Видеть кого-то, когда он куда-то уезжает. Я хочу видеть, как ты уедешь. Я всегда запоминаю дословно, когда это весело, смешно, и когда это врезается память. Именно таким образом, как я сейчас вам показала, я запомнила данный фразовый глагол. Потому что это забавно. Мне весело. Ну это же смешно, это смешно. Скажите мне, что это не смешно. Я скажу вам, что это смешно. Все, ребят, на этом сегодня все. Надеюсь, это видео было для вас хотя бы немного полезным. Сегодня мы с вами выучили три новых фразовых глагола. А чтобы закрепить их, напишите своими ручатками в комментариях, составленные лично вами примерчики. И мы все вместе их проверим. Так вы хотя бы немного задействуете свой мозг. Think about it. И запомните... Немного, но запомните. Ну а мы с вами увидимся завтра. Всем пока-пока.